Здравствуйте! Православная энциклопедия в древнем городе Переславле-Залесском. Здесь родился святой благоверный князь Александр Невский. В Переславских монастырях любил бывать на богомолье Иван Грозный. Здесь был поставлен воегуменно преподобный Сергий Радонежский. А основан был город Юрием Долгоруким. Переславль Юрий Долгорукий заложил в 1152 году как крепость, которая должна была защищать Суздаль от набегов волжских булгар и от других князей во время Междуусобиц. Это была самая крупная крепость из всех построенных князем. Со временем Переславль становится одним из самых известных и влиятельных русских городов. Больше 10 лет великим князем Владимирским был Переславский удельный князь Дмитрий, сын Александра Невского. Дмитрий Александрович не поехал в разрушенный татарскими набегами Владимир, а в свой Переславль перенес двор великокняжеский и великокняжеское летописание. Переславль фактически был главным городом Северо-Восточной Руси при нем. Но его сын, внук Александра Невского Иван Дмитриевич, к сожалению, умер бездетным, в возрасте 26 лет. И после его смерти Переславское княжество, оставшееся без князей, присоединилось к Московскому, значительно увеличив и территорию, и политические возможности московских князей в борьбе за ярлык на Великое Владимирское княжение. Переславль был первым из русских городов, добровольно присоединившихся к Москве. Москва оценила не только новые обширные земли, но и Плещеево озеро, на котором стоит Переславль. Это был самый близкий к ней крупный водоем, богатый рыбой. С этими событиями связано появление очень интересного ритуала подачи на стол московских государей большого блюда с переславской селедкой-ряпушкой. Подавали ее, вероятно, в копченом или жареном виде. Этот обряд описан известным дипломатом Сигизмундом Герберштейном, который сам его видел, присутствуя на Перу, в московском Кремле. И именно Герберштейн сообщает, что означал этот ритуал. Это напоминание переславцев о тех заслугах, которые город имеет перед московскими князьями. На месте впадения в Плещеево озеро реки Трубеш располагалась рыбная слобода. Жители рыбной слободы поставляли ряпушку к царскому столу. У каждого был свой надел земли, чтобы закидывать сеть. Всем остальным царскую рыбу ловить запрещалось. Рыбаки считались людьми, находящимися на службе у московского государя, а прочие ловили рыбу только в Трубеже. Из-за своей серьезной роли не только в экономике, но и в политике, ряпушка в XVIII веке даже попала на герб Переславля и до сих пор там пребывает. Промышленный лов ее прекращен в 1960 году, а сейчас она занесена в Красную книгу. Впрочем, деликатесная рыбка все-таки в Плещеевом озере не перевелась, и местные рыбаки ловят ее на удочку и по сей день. Здесь, на Плещеевом озере, 16-летний Петр I построил свою потешную флотилию. Эта забава юного императора стала началом русского военного флота, предвестником будущего военного могущества России. Потешная флотилия не имела серьезного практического применения. Перевезти ее из Переславля было сложно. Но она оказалась хорошей школой и для самого императора, но и для первых русских корабелов и моряков. После потешных плаваний по Плещеевому озеру Петр уехал в Архангельск строить настоящий клод. Чудный Спасо-Преображенский собор. Таких храмов по всей Руси остались считанные единицы. Его построила бригада мастеров в середине XII века по приглашению Юрия Долгорукова. И строили они из совершенно нового материала – белого камня. Пройдет время, и Владимир, и Суздаль, и Москва станут белокаменными. Но по праву белокаменным должен считаться Переславль Залеский. Исследователи утверждают, что этот собор в числе самых древних, если не самый древний, из храмов, сохранившихся в Центральной России, причем, в отличие от ровесников, он дошел до нас именно таким, каким вышел из подруг Зодчего в полной архитектурной сохранности. Только врос в землю на 90 сантиметров. Поскольку это изначально храм города-крепости, его декор скромен. Фрески собора с течением времени были полностью утрачены. Знаменитая икона Преображения, которая хранится в Третьяковской галерее, написана в 15 веке Феофаном Греком, именно для Переславского Спасо-Преображенского собора. С советских времен собор принадлежит Краеведческому музею, но все же в престольный праздник в нем совершаются богослужения. Преподобный Сергий Радонежский, он сюда пришел простым монахом, отсюда ушел игуменом земли русской. Первая литургия, вот Спасо-Преображенском соборе, он совершал первую литургию. И Переславская земля хранит вот эту память. Представляете, первые возрасты священческие, первое ощущение себя священником. И сюда он приходил крестить детей великого князя Дмитрия Донского. От Спасо-Преображенского собора после молитвы уходила дружина, Переславская дружина на Куликовское поле. Многие исследователи считают, что именно в Спасо-Преображенском соборе был крещен святой благоверный князь Александр Невский, ведь Переславль – его родина. А родился он в примыкающих, вплотную к собору княжеских палатах. Отсюда юный Александр уходил княжить в Новгород, где в 20 лет одержал на берегах Невы свою первую победу, за которую народ и назвал его Невским. В храме Александра Невского, расположенном неподалеку от Спасо-Преображенского собора, хранится ковчег с частицей мощей святого. Кажется, мы знаем его в лицо – святого князя, политика и дипломата, знаменитого полководца, очередную свою победу, одержавшего совсем недавно, в 2008 году в телевизионном конкурсе «Имя России». Но на самом деле, как выглядел князь в жизни, никому неизвестно. Не сохранилось ни его древних изображений, ни подробных описаний внешности в письменных источниках. А его мощи значительно пострадали от пожара в XV веке. Какого он был роста, какого телосложения? В житии говорится, и красив он был, как никто другой, и голос его, как труба в народе, лицо его, как лицо Иосифа. Но здесь нет портрета. Это достаточно традиционное описание святых воинов византийскими писателями-агеографами. Древнерусские изографы изображали его высоким и плечистым, как и подобают воину, русоволосым, кудрявым богатырем. С XVI века появилось и другое его изображение – худощавый монах в схемническом куколе. В конце жизни он принял схему с именем Алексий. А своего рода эталоном для художников и скульпторов советского времени стал образ Александра Невского, созданный Николаем Черкасовым в фильме «Сергея Эйзенштейна». Переславль-Залесский – маленький провинциальный городок. Население всего 40 тысяч человек. Но здесь тоже есть своя Красная площадь. И если сравнить с Москвой, то количество храмов на каждого жителя здесь гораздо больше. Пять монастырей и 11 действующих храмов. Федоровский женский монастырь стоит на пути в Москву, так что это первый переславский обитель, который видят паломники, приезжающие сюда из столицы. В этот монастырь, тогда мужской, любил приезжать Иван Грозный. В окрестностях Переславля, во время возвращения царской четы с Богомолья, родился его сын. Наследника царь назвал Федором, а в обители, в честь этого события, построили каменный собор во имя великомученика Федора Стратилата. Это было первое каменное строение в монастыре. Впоследствии к нему пристроено еще два предела. От входа к храму ведет столетняя липовая аллея. Точнее сказать, этим липам 101 год. Это память о другом историческом событии. В 1913 году Россия отмечала 300-летие дома Романовых. И тогда же царская семья отправилась в паломничество по памятным для династии местам. Был на их пути и Федоровский, но тогда уже женский монастырь. Вскоре после этого посещения, сестры и посадили эту липовую аллею, которая напоминает о визите в монастырь семьи святых царственных страстотерпцев. Примерно в то же самое время, когда эти липы были совсем еще молодыми деревцами, здесь, в Федоровском монастыре, молился еще один будущий святой – врач Валентин Феликсович Войно-Яснецкий, святитель Лука. Сестрам Федоровской обители он оказывал безвозмездную медицинскую помощь. С 1910 по 1917 годы выдающийся врач и ученый работал неподалеку от монастыря в Переславской больнице. Именно здесь святитель Лука обобщил накопленный опыт в своем знаменитом труде очерки гнойной хирургии. Он рассказывает в своих воспоминаниях. «Я составил план этой книги и написал предисловие к ней. И тогда, к моему удивлению, у меня появилась крайняя, странная, неотвязная мысль. Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа». Так впоследствии и произошло. В 2000 году в Переславле-Залесском торжественно были обретены нетленные мощи благоверного князя Андрея Смоленского на месте его 30-летнего подвига. Он был одним из смоленских князей в то самое время, когда русская земля раздиралась между усобицами, бранью междуусобную княжескую. И вот, желая избегнуть этой участии, он тихо, смиренно собрал дорожную сумму, котомочку, и ушел из своих законных владений. Господь привел его в Переславль-Залесский. Здесь он зашел в церковь святителя Николая, которая была при городских воротах, и остался там церковным служкой. То есть понамарил, помогал богослужении, колол дрова, топил печки. И так около 30 лет провел. И только когда он умер в таких трудах и молитвах, после его смерти была обретена княжеская гривна золотая и записка, на которой было написано «Аз есть мандрей, единый из князей смоленских». И вот кто-то собирает русскую землю, кто-то охраняет ее мечом, а кто-то вот таким смирением и молитвой тоже ее отстаивает. И преподобный Андрей – вот такой святой, который учит нас настоящему достоинству. Мощи святого благоверного князя обретены в Свято-Никольском женском монастыре, где они и пребывают. Когда я рассказываю нашим паломникам, гостям об Андрее Смоленском, я всегда подчеркиваю его смирение. Вот он был фактически губернатором Смоленской области, как сейчас бы его назвали. Кто такой великий князь? Смоленский, губернатор Смоленской области. И вот он оставил все ради спасения души, ради мира, ради того, чтобы не нарушить заповедь. Он фактически повторил подвиг страстотерпцев Бориса и Глеба. Здесь же, в Никольском монастыре, хранится древняя святыня и редкий памятник русского декоративно-прикладного искусства – Корсунский крест-мощевик. В ней находятся мощи 21 святого, начиная с Иоанна Крестителя, апостола Павла, манна с могилы Иоанна Богослова, Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский. Такие вселенские великие святые пребывают мощами в этом кресте. Этот крест исполнен, он был деревянный, обложен позлощенной медью и украшен полудрагоценными камнями. Долгое время он пребывал, после разорения монастыря, в нашем Переславском музее. Но, милостью Божию, на день рождения Александра Невского, великого покровителя города Переславля, в 2009 году, был передан вновь нашей обители. Теперь мы молимся перед ним. В Никольский монастырь он был принесен в XVII веке. Корсунские кресты появились на Руси в конце X века с принятием христианства. По преданию, святой равноапостольный князь Владимир принес в Киев из Византии через Корсунь, Херсонес, десять таких крестов с частицами мощей святых угодников. Кресты более позднего происхождения, повторяющие те древние мыщевики, тоже назывались Корсунскими. Если продолжить рассказ еще о нашем Корсунском кресте, то его двойник находится в Успенском соборе Московского Кремля. Но надо сказать, что он по размеру и по форме очень напоминает наш крест, но наш крест более благоукрашенный и более, как бы сказать, дорогой по своему такому художественному исполнению. Золотые главки Никольского монастыря видны почти из любой точки города. Он расположен в центре, а Никитский – самый дальний от Москвы. Одна из самых древних русских обителей Никитский монастырь был основан в самом начале XI века, буквально в первые десятилетия после крещения Руси. А основателем его был благоверный князь Борис, который вместе со своим братом Глебом стал первым русским святым. Монастырь возник раньше самого города, на месте, где жили языческие племена. Основан он был во имя святого великомученика Никиты, которого на Руси прозвали Бесогоном, а стал известен благодаря другому Никите, святому преподобному Никите Столпнику. Никита Столпник жил в Переславле, служил здесь при Юре долгоруком ябедником, так называли людей, собиравших подати на строительство города. Среди жителей он был известен жестокостью и сребролюбием. Но однажды на богослужении он не только услышал, но и воспринял всем сердцем слова Священного Писания, раскаялся в злодеяниях и пришел в монастырь. Никита после постряга стал предаваться с особым рвением, подвигам поста, молитвам. И вот через некоторое время по благословению игумена монастыря он возложил на себя тяжелые вериги. А позже Никита понес подвиг столпничества. Этот вид аскезы существовал на христианском Востоке и был под силу немногим. Редкий из подвижников мог молиться, стоя на столпе годами и десятилетиями, почти не сходя на землю. Основателем был сирийский монах Семен Столпник. Среди наших святых Никита Столпник, наверное, был первым, кто понес этот подвиг. Но, наверное, можно вспомнить Нила Столобенского, наверное, можно вспомнить Тихона Калужского. И я не ошибусь, если назову тысячедневное состояние преподобного Серафима Саровского на камне, тоже столпничества. Никита встал не на возвышенное место, а ушел под землю. Никита выкопал для себя глубокую яму, узкую, в которой можно было только стоять, и встал в эту яму под землю. Он стоял под землей. И простоял он так в течение 37 лет. Никогда не поднимался на поверхность земли, передвигался по монастырю, по одному единственному подземному ходу, который он ископал с места своего стояния, в алтарную часть храма, где совершались службы, и обратно проползал на место своего стояния. Неся этот подвиг, Никита Столпник еще при жизни удостоился дара исцеления и прозрения. Сегодня над тем местом, где святой провел столько лет, поставлены часовни. А в Никитском соборе среди его главок есть одна черная, над пределом Никиты Столпника. Здесь стояла деревянная церковь, в алтарь которой входил подземный ход из его ямы-кельи. Никитский монастырь – еще одна переславская обитель, которая находилась под особым покровительством Ивана Грозного. Он любил здесь молиться. Кто знает, кому из святых молитвенно обращался Грозный властитель в своих печалях. Но доподлинно известно, что тропарь Никите Столпнику написан именно Иоанном Грозным. Пречистое Нагорице – так когда-то называли старинный монастырь Успения Пресвятой Богородицы на горе вблизь Плещеево озера. Сейчас в нем располагается Переславль-Залецкий, историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Предполагают, что монастырь основан в конце XII века. А в XIV он был сожжен отрядом Тахтамыша, но отстроен заново супругой Дмитрия Донского, великой княгиней Евдокии, после ее чудесного спасения вместе с детьми посреди Плещеево озера от воинов Тахтамыша, о чем рассказывает предание. В XVIII веке построен главный храм Горицкого монастыря – Успенский собор. Но уже через несколько десятилетий монастырь был упразднен вместе с Переславской епархией и стал городским храмом, а к началу XX века оказался окончательно заброшенным. Так что разруха в монастырь пришла не вместе с советской властью, как в другие обители, а немного раньше. Сами храмы, их убранство и росписи изрядно пострадали от времени. Эти утраты продолжаются и сейчас. Каждый год уносят часть былой красоты и даже роскоши. Этим летом в монастыре возобновились богослужения и монашеская жизнь. Сегодня не представляется без Горицкого монастыря находиться в этом городе и не чувствовать намоленность вот этого монастыря, вот эту красоту. Благовещение Южный предел сейчас нам отдали, чтобы мы начали службу. Говорят, слава Богу за то, что все-таки как-то мы нашли общий язык с музеем, и мы пытаемся все это вместе делать. Средства, как говорят музейные работники, не отпускались очень много лет, и поэтому мы видим такой замечательный собор, где имеет место разрушение, где элементы вот такого удивительного иконостаса разрушаются. В возрождающейся обители сегодня трудятся всего три насельницы – две инокини и при них самая старшая – монахиня Евросинья. В прошлом она была физиком-лазерщиком, управляла самолетом. Уже в иночестве несла послушание по восстановлению храмов на Толге Евдивеева. Опыт есть. Но, конечно, ни провинциальному музею, ни возрождающемуся монастырю не под силу масштабная реставрация. Здесь ждут помощников. Мы повесили пять колоколов. Вот здесь висят, лежат еще три колокола, которые, к сожалению, пока не разрешают нам, но и благовест в том числе. Тем не менее, служба началась вот уже с колоколами. И, конечно, будем надеяться, что найдутся благодетели, которые, увидев такую необыкновенную красоту, не останутся в стороне и будут помогать нам в восстановлении этого монастыря. Горицкий Успенский монастырь был мужским. В начале XVI века одним из его насильников был ермонах Даниил, будущий преподобный Даниил Переславский. Он и основал еще одну обитель – Свято-Троицкий Данилов монастырь. На этом месте находилась скудельница – братское кладбище странников и нищих. Преподобный ухаживал за их могилами. По ночам он подбирал на улицах тела безвестно скончавшихся, переносил их в скудельницу и отпевал, а потом поминал их на литургии. Постепенно к нему присоединились и другие монахи. Так образовалась обитель. Троицкий собор – главный храм монастыря, был построен еще при жизни преподобного Даниила. Сейчас здесь покоится его мощь. А расписан храм в XVII веке. Это первая самостоятельная работа выдающегося костромского мастера Гурия Никитина. Фрески были написаны во время перерыва в работе артели Гурия Никитина в Московском Кремле, в Архангельском соборе. Закончились деньги в казне, и мастера были отпущены на заработки на страну. И вот они оказались в Переславле. Фрески эти написаны в тот период, когда ожидали конца света. На западной стене написано апокалипсис. Это большая редкость, не страшный суд, а именно апокалипсис. Поскольку апокалипсис, в отличие от страшного суда, конечно, там много ужасных сцен, но у него есть оптимистический выход. Все праведники оказываются в горнем Иерусалиме, в царстве Господнем. Гурия Никитин вообще человек очень оптимистического взгляда на мир. Это заметно по его произведениям, по его храмовым росписям. И здесь он впервые это показывает. Ну и на столбе, в храме слева от входа, на западном столбе, вторая сверху композиция – это изображение Гурия Исповедника. Гурия Исповедник – это визитная карточка Гурия Никитина. Это его святой покровитель. И во всех храмах, которые он расписывал, на столбе обязательно изображается Гурия Исповедник. Не стоит село без праведника, а город без святого. Переславь-Заревский как раз такой город. Он нам дал благоверному князю Александра Невского, Никиту Столпника, преподобного Даниила Переславского и многих других. Святые есть во все времена. Вот и в начале 20 века здесь, в Троицкой Слободке, подвязался блаженный Миша Самуилу. С ранних лет он отказался от крова, пищи и теплой одежды. Жил тем, что люди подадут. А Самуилом его прозвали в честь местного старца строгой жизни, Самуила, за дар молитвы и прозорливости. Мишу очень любили. Когда он скончался, на похороны бездомного нищего собралось множество людей. Съехались священники со всех переславских приходов, пел хор монахинь Никольского монастыря. Его и сейчас очень любят. Георгиевский храм построен рядом с мемориалом советских времен. Это храм воинской славы в память жителей города, погибших в годы Великой Отечественной войны. Издревле на Руси у нас была традиция на местах памятных сражений, битв, ставить памятные кресты, часовни, где можно было совершать поминовение погибших воинов. На мемориальных досках более 12 тысяч имен. В нашем храме увековечена память воинов-переславцев, кто призывался из нашего города, из района. И вот здесь все имена. Здесь посмотрим имена, и как наши христианские фамилии увидим, и мусульманские, и еврейские. Мы уже здесь не разбираем, молимся за всех, и помним Господи всех, сложивших головы за нашу с вами жизнь и свободу. Георгиевский храм построен совсем недавно, в 2002 году. В отличие от остальных переславских храмов, он находится вдалеке от исторического центра в современном жилом микрорайоне. Город растет. Наше путешествие по древнему и прекрасному Переславлю-Залесскому подошло к концу. Всего вам доброго. Храни вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова